Последний, ну а сейчас к другим новостям. Последний император, да, возвращается самый известный боец в истории смешанных единоборств Фёдор Емельяненко. Вновь выйдет на ринг, 10 лет он оставался непобеждённым. В 2012-м неожиданно решил сменить боксёрские перчатки на кресло советника министра спорта, что же заставило многократного чемпиона мира вновь ввязаться в бой, выяснял Александр Лукьянов. Фёдор Емельяненко решил поставить точку в своей спортивной карьере, когда своим коронным боковым нагутировал бразильца Педро Хиза. Противник рухнул на ринг через полторы минуты после начала боя. Это было в июле 2012-го, но прошло три года и стало ясно. Тот поединок, за которым следили 12 тысяч зрителей Ледового дворца в Санкт-Петербурге, был лишь многоточием в карьере самого выдающегося спортсмена в истории смешанных единоборств. Фёдор Емельяненко по прозвищу «Последний император» — семикратный чемпион России по боевому самбо, девятикратный чемпион мира в тяжёлом весе по разным видам смешанных единоборств. За 12 лет в профессиональном спорте Емельяненко провёл 40 боёв, победил 35 раз. Тогда своё решение уйти из ринга он объяснил по-человечески просто. Что вы увидели на ваше решение за то, что поступает физическую усталость, психологическую травму? Семья. Он откровенно признался, что давно обещал жене Марине уйти из боёв и больше уделять времени дочкам. Скромный, спокойный, невозмутимый, никогда не оскорблял и не провоцировал соперников. И вот кумир миллионов болельщиков возвращается. Изменились и семейные обстоятельства. За время работы в Министерстве спорта Емельяненко продолжал поддерживать физическую форму. А месяц назад приступил к более интенсивной тренировке. Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Мы собрали команду разносторонних тренеров и спортсменов, которые будут мне помогать в тренировочном процессе. Я буду стараться участвовать в профессиональном росте бойцов. Предстоит ещё потрудиться, чтобы подготовиться к выходу на ринг. Бывшего менеджера Емельяненко Вадима Фельдкиштейна не удивило возвращение легенды в большой спорт. Я всегда сторонником был, поговорить его вернуться. Вот как-то, наверное, пришло время, что ему как-то он созрел к тому, чтобы вернуться. Я очень рад. Я очень рад. Я считаю, что потенциально он может вернуться на строчку номер один в мире. А тренер спортсмена считает, что выйти на ринг легендарный боец может через несколько месяцев. В сентябре Емельяненко исполняется 39 лет. И такой возраст не предел для профессиональных бойцов. Я считаю, что у него форма сейчас хорошая. Зажили мы на травму от предыдущих баталий. Поэтому он вполне может дать конкуренцию более молодым спортсменам. На сайте Союза единоборств России сообщается, что сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые проводят бои по участию в них Фёдор Емельяненко. Информация о ближайшем поединке и имени соперника пока не разглашается. Но в любом случае эта схватка станет событием мирового спорта. Александр Лукьянов, Вести.